Светлана Лаврентьева, мама троих сыновей-школьников, с гордостью показывает собственный дом. Уже почти достроили, осталась только внутренняя отделка. Многодетная семья давно мечтает жить рядом с природой. Летом уже и овощи на огороде растили, и даже кур завели. Участок почти восемь соток получили в 2014 году. Купить участок где-то здесь стоит, ну, в районе, сами знаете, там два-три миллиона, да, так это как бы дорого. И хотелось, чтобы не только мы, и все многодетные смогли испытать это счастье, смогли пожить на земле. Мы хотим здесь жить, нам здесь очень нравится. И вообще вот всем многодетным, которые здесь строятся, всем нравится, здесь хорошо. В Орлово-Мавраге в Красноглинском районе Самара около 250 участков, которые раздали многодетным семьям. Соседи будут хорошие, восемь семей уже строят дома. Но развитие массива тормозит отсутствие коммуникации. И первоочередная задача – провести электричество. На выездном совещании с представителями сетевых компаний глава Самары Олег Фурцев поручил рассчитать, во сколько обойдется оборудовать точку доступа к электроэнергии. Ближайшие сети – это вот станция поселка Зелки. Да, там слабый трансформатор. Ну, мы оттуда можем просто сюда, да? Нам нужно понять общие затраты. То есть я думаю, что мы можем как бы все-таки рассмотреть решение вопроса о том, чтобы сетей сюда протянуть. Ну, тем, кто начал строиться, надо, конечно, помочь. В перспективе здесь, я думаю, массив будет развиваться. И эти мощности, да, они будут окупаться, конечно, однозначно окупаться. Просто нужно сделать первые такие шаги с нашей стороны. Свет на участках многодетных семей должен появиться уже в декабре этого года. Не должно возникнуть проблемы с подключением газа. Серьезных вложений потребует водопровод. Чтобы провести трубу, понадобится инвестиционная программа. Этот вопрос проработают и на уровне областного правительства, и с сетевиками. Еще одно решение – пробурить скважину. В ближайшее время проведут геологическое обследование, есть ли подземные источники. Пока временно асфальтовым гранулятам отсыпят и дорогу к участкам. Еще один вопрос – гора земли, которую свозили сюда длительное время. За год уже вывезли около 80 тысяч тонн грунта. И эту работу продолжат. А чтобы избежать повторения нелегального складирования земли, установят фотоловушки, которые позволят вычислить нарушителей даже в ночное время. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.